Продолжение следует... Каждый день будут проходить вебинары. Неделю начинаю я и вообще в этом месяце достаточно много моих вебинаров будет посвященным продуктам компании DirectMedia. Начнем мы с вебинара, с которого обычно начинаем либо год, либо семестр. Это университетская библиотека онлайн в новый семестр. Извините, я не поправил здесь. В новый семестр с новыми идеями. Сегодня расскажу вам о том, что у нас в ближайшем прошлом было и в ближайшем будущем ожидается. Вот. Ну и как всегда хотел бы обратить внимание на два следующих вебинара, которые состоятся завтра и послезавтра. Прошу прощения, сейчас поправлю, не получилась ссылка, потому что ошибка в написании адреса. Сейчас я ее поправлю и все будет хорошо. Так вот, еще раз скопирую вам ссылки. Одну минуту. Вот так вот. Итак, ссылки на два ближайших мероприятия. Первое мероприятие состоится завтра. И оно будет посвящено обсуждению проблемы работы преподавателя и... Ну, не только преподавателя, но нас интересует вот этот аспект учебный больше. На Ютьюбе будет его вести достаточно известный видеоблогер Наталья Зайцева. Наталья, у нее успешный видеоблог, более 100 тысяч подписавшихся на ее видеоблог. Она ведет видеоблог по рукоделию, но смысл его в том, что это же учебный видеоблог, то есть надо как-то объяснять людям, что и как происходит. И для нас это представляет большой интерес. Немногие преподаватели, немногие библиотекари умеют вести подобные блоги, на которые можно собирать такое большое количество народу. Для нас это очень интересно, и я предлагаю вам на этот вебинар пойти. Ну и следующий вебинар мой в среду. Анонс мероприятия 2018 года на Директ Академии. Я хотел бы, чтобы вы туда тоже зарегистрировались, потому что на нем немножко я сегодня буду говорить об этом, но в основном разверну эту информацию на вебинаре 17 числа. Более того, тема будет больше, чем анонс мероприятий. Поделюсь некоторыми идеями по развитию нашей Директ Академии на будущее, на текущий семестр, может быть, на несколько более глубокую перспективу. Так что приходите, обсудим с вами вместе данные. Возможно, будет несколько предложений для вас, для посетителей вебинаров наших. Так что приходите, пообщаемся. Пока, к сожалению, на этот вебинар не так много народа записалось, а мне бы хотелось, чтобы он был достаточно полный. Уже вижу, что все пишут про сертификаты. Хорошо, давайте я еще раз... Да, я вам совсем забыл сказать, как всегда, свои обычные слова, что в самом начале чата есть две важные ссылки. Первая из них ведет на расписание наших вебинаров, на котором вы можете зарегистрироваться на все вебинары ближайшего полугодия. А и вторая ссылка ведет на наш учебный канал на YouTube, на котором будет в том числе и эта запись тоже помещена. В настоящий момент там 122 записи вебинаров наших прошлых. Так что этот учебный видеоканал можете применять как в качестве учебных материалов в своем учебном заведении. Про сертификаты. Значит, в моей почте скопилось некоторое количество просьб о посылке сертификата недошедшего. Я после проведения нашего вебинара займусь рассылкой, ручной, к сожалению, рассылкой недошедших сертификатов. Обращаю ваше внимание, я такой операцией занимаюсь примерно 2-3 раза в неделю. Так что, если я сразу не прореагировал, это не значит, что письмо ко мне не дошло. Просто вот собирается некоторое количество таких просьб, и после этого я ими занимаюсь. Лидия Васильевна, у нас 3 человека не получили сертификаты. Я очень прошу каждого из них написать. Пожалуйста, не присылайте мне списки. Мне важно знать не только то, что не дошли сертификаты, но и личная заинтересованность этих людей. Если человек сам мне лично не написал, я ему не буду отсылать сертификат. Дело в том, что ручная рассылка сертификатов достаточно трудоемкое дело. Поэтому я хотел бы все-таки вас побудить обратиться к вашим сисадминам, чтобы они каким-то образом поняли, поняли, почему на вашу конкретно почту не доходят сертификаты. Дело это достаточно тонкое. В какой момент рассылка попадает не туда, куда надо. Ну и, как всегда, я тогда общие рекомендации по тому, что делать, если сертификаты не дошли, и как себя вести на будущее, я сюда вам даю. Конечно, это не всегда может решить все ваши проблемы, но, по крайней мере, некая общая модель поведения, она здесь показана. Также показано, куда отсылать информацию, если все-таки они до вас не дошли, как меня найти. Все. Ну, давайте тогда к нашему вебинару перейдем, а то слишком долгое вводное слово получилось. Ну, давайте поговорим, о чем мы с вами сегодня будем говорить. Прежде всего, конечно, о нашем основном продукте, продукте компании Директ Медиа, университетская библиотека онлайн. Но не только о нем. У нас, как известно, много продуктов. В Директ Медиа университетская библиотека онлайн главная, но не единственная. И вот о ней, а также о развитии других наших продуктов мы сегодня и поговорим. О чем мы с вами будем говорить? О развитии нашего с вами продукта Директ Академии, что у нас ожидает, как и что, о новом контенте в наших университетских библиотеках, в нашей университетской библиотеке и других ЭБС, о разделах нашей ЭБС, именитые ученые и писатели, мои научные интересы, о наших партнерах из нового поколения, о наших мобильных платформах. Поговорим о другом нашем проекте, который называется Артпортал и его подразделение Артотека. Поговорим о конкурсах, вот здесь я немножко не исправил, не только об итогах конкурса BeFest 17, ну и о том, что состоится новый конкурс BeFest, конкурс дипломов. Ну и, наконец, немножко поговорим о нашем видеоканале, что на нем нового и как с ним работать. Вот такой у нас сегодня план действий, и давайте начнем, собственно, об этом и говорить. Итак, Директ Академия. Раз вы здесь, вы уже, наверное, знаете, что это такое. Для тех, кто, может быть, первый раз зашел сюда, хочу сказать, что с этого года наши вебинары, которые мы ведем уже третий год, начали вести вебинары в 2014 году впервые. Весной будет ровно три года, как мы этим занимаемся. Вот Директ Академия – это развитие нашего вебинарного проекта, который начинался совсем с небольшого количества вебинаров. Примерно 4-5 вебинаров в полугодие мы начинали с этого. И делали это как пробу, но неожиданно оказалось, что отклик и вовлеченность в этой форме, в этой медийной форме оказалась очень высокой. И мы потихоньку начали наращивать количество наших вебинаров, начали приглашать не только, вести вебинары не только от своего лица, от лица компании Директ Медиа, не только собственными силами, но и приглашать сначала наших партнеров, а потом и просто интерес экспертов, которые могли бы быть интересны сообществу, как бы сказать, окормляемому нами сообществу. Есть вузовскому сообществу, сообществу библиотечному. Ну и около этого впоследствии наше сообщество тех, кто ходит на наши вебинары, пополнилось и другими категориями людей, издатели, разного рода наши партнеры, и может быть просто люди, интересующиеся отдельными темами. Итак, в этом году у нас, мы уже в прошлом году начали, во второй половине нашего 2017 года, начали очень активную работу с вебинарами, а в этом году мы выставили программу примерно на 150 с лишним, сейчас 158 вебинаров, которые мы предполагаем провести за учебный год 2017-2018. В первой половине нашего учебного года, с сентября, мы уже провели 67 вебинаров, практически ни один вебинар, который мы запланировали, мы не отменили, есть несколько перенесенных вебинаров, но в принципе все вебинары прошли, и все приглашенные люди, которые нам пообещали, к нам пришли. Это даже для меня несколько неожиданным оказалось, потому что люди приходили очень интересные, и я планировал, что может быть не планировал, а скорее боялся, что некоторые из них может быть откажутся, но в конце концов все они пришли, все оказались довольными нашей аудиторией, это очень интересно, потому что все эти люди, на самом деле наша аудитория действительно очень интересна. Вот вы, когда приходите к нам на вебинар, во-первых, все мы люди достаточно высокообразованные, задаем интересные вопросы, нас много, люди привыкли, что на вебинар приходят 15-20 человек, нас приходят 100-150, и для наших топовых спикеров это оказалось приятной неожиданностью, так что я думаю, что в будущем нас ждут еще очень интересные люди, ну и повторение встреч с теми, кто с нами был. За все время проведения вебинаров уже десятки тысяч человек посетили наши вебинары, а если говорить о количестве человека вебинаров, скажем так, сколько раз один человек, все наши посетители посетили все наши вебинары, это более 30 тысяч человек вебинаров мы провели за все время. Да, очень бы вас хотел еще раз пригласить на наше расписание, но эту ссылку вы и так уже знаете, я даю ее каждый раз. Да, ну вот, давайте я не удержусь, и еще раз вам дам ссылку на более подробные рассказы Директ Академии. Сейчас, одну минуточку. Только что я вам об этом говорил, но повторюсь, так как это все-таки мое любимое детище, наша Директ Академия. Хотел бы, чтобы вы пришли на вебинар 17 числа, где будет подробнее о Директ Академии, где я постараюсь провести диалог с вами по поводу будущего развития Директ Академии. В нашем... Три цикла вебинаров у нас в нашей Директ Академии. Называются они «От первого лица», «Эксперт на связи» и «В полдень Директ Медиа». Цикл «В полдень Директ Медиа» – это цикл наших продуктовых вебинаров, где мы, сотрудники Директ Медиа, рассказываем о наших проектах. Туда же относятся отраслевые вебинары, в частности, те, которые ведет Константин Николаевич Костюк, наш руководитель компании Директ Медиа, генеральный директор. Ну и некоторые вебинары по электронному обучению, которые веду лично я. Наша команда, команда Директ Медиа – это не вся наша команда, у нас больше людей. Это те спикеры, которые принимают участие в работе Директ Академии. Конечно, Константин Николаевич Костюк, наш генеральный директор, Олег Владимирович Молодецкий, зам генерального директора, ваш покорный слуга, наши редактора Анна Иванова и Наталья Башкова, Юлия Долбилова, руководитель Приворского филиала и она также отвечает за проект «Библия школа». И наш юрист, который не так часто выступает, но очень популярные у него вебинары, посвященные авторскому праву в интернете Константин Леонтьев. Цикл от первого лица, пожалуй, один из самых, может быть, не самый посещаемый, но самый такой элитный наш цикл, в котором мы приглашаем первых лиц компаний, директоров, может быть, их замов, которые, это, возможно, какие-то вендоры программного обеспечения, руководители компаний-партнеров Директ Медиа, основатели и первые лица хай-тек-компаний и так далее. Ну, вот в этом году достаточно много таких уже было, и я надеюсь, что мы еще пригласим таких людей, они к нам, к счастью, с удовольствием ходят. Ну, и наш общий... Да, ну, вот это вкратце те, кто был у нас. Это только часть тех людей, которые у нас были, за последний год будут еще. И здесь не все указаны, из тех, кто был осенью. Ну, и наш цикл по объему, наверное, основной. Это цикл на связи с экспертом. Здесь много людей, как представленных отдельными вебинарами, так и целыми циклами вебинаров. Вот цикл вебинаров ведет София Багдасарова по проблематике истории искусства и искусствоведения. Татьяна Телегина. У нее широкий круг вопросов, связанный с библиометрией, оформлением работ, научных работ, ВКР и так далее. Юрий Белоножкин ведет проблематику электронного обучения. Мы с ним вместе эту проблематику ведем, но с разных точек зрения освещаем этот вопрос. Марина Орешко освещает вопросы работы с контентом с точки зрения библиотекаря. Дмитрий Кречман, руководитель компании Гиперметод. В этом семестре будет вести шесть вебинаров, посвященных продукции компании Гиперметод. Продукция компании Гиперметод особенно широко применяется в вузах, поэтому у него целый цикл вебинаров. Ну и некоторые люди, некоторые другие спикеры, которые были в прошлом семестре. Сергей Москалев, Алексей Тиченко, Сергей Снегирев и так далее. Да, ну и вот еще несколько людей, которые уже у нас были. И еще, я надеюсь, будут в цикле на связи с экспертом. Сергей Гевлич, в прошлом году был отец Киприан. Алексей Корольков был совсем недавно в декабре. Юрий Майский у нас говорил, ввел вебинар по работе с голосом. Алла Носкова была и еще будет у нас в апреле. Это сайт Поступи онлайн, очень интересный для вузов сайт. Кто не был в октябре, в апреле приходите обязательно. Денис Ажигин рассказывал про САПР. Максим Скрябин про теоретические вопросы визуализации, как выбрать тот или иной вид визуализации. Ну и Иван Травкин совсем недавно выступал. Буквально 3-4 дня назад он открыл наши вебинары 2018 года. Была замечательная дискуссия в процессе этого вебинара. Кто не попал на этот вебинар, очень советую посмотреть его в записи. Да, уже с прошлого года мы начали рассылать электронные сертификаты. А в этом году мы их уже начали рассылать автоматическим образом. У нас специальное программное обеспечение. Поэтому каждый, кто зарегистрировался и посетил вебинар, получает такой электронный сертификат. Вы знаете, я говорю, для многих это может показаться тривиальным, но на самом деле совсем не все аналогичные площадки, которые проводят вебинары, выкладывают свои вебинары на канале в YouTube. Некоторые считают, что это не надо, потому что вебинарная система и так рассылает ссылки на записи вебинаров. Однако же я хочу обратить ваше внимание, что записи вебинаров на YouTube это очень существенная дополнительная опция по сравнению с просто ссылками на вебинарную систему, где вы можете просмотреть вебинар. Смотреть вебинар на YouTube гораздо удобнее. Они там сосредоточены все в одном месте. В частности, у нас на специальный плейлист для вебинаров есть. Вебинары на YouTube можно смотреть с ускоренной скоростью. Если кто-то не пользовался этим, то открываю это маленькое ноу-хау. Просто в настройках ролика поставьте скорость 1,5 или 2. Как правило, это достаточно. Все очень просто. На самом деле спикер вебинара не может вести вебинар с такой скоростью, с которой готово ухо воспринимать информацию. Поэтому в большинстве своем скорость 1,5, а то и 2 вполне нормально воспринимается запись вебинара. Соответственно, на полутора часах вы экономите 45 минут. Это очень существенно. И вебинарная система этого не позволяет. Это можно сделать только при записи вебинара на YouTube или на какую-то другую площадку, облачную площадку. Так что все записи вебинаров, вот у нас 68 вебинаров, 67 вебинаров прошло в прошлом семестре, абсолютно все они записаны на YouTube. Ни разу у нас не было сбоя и записи велись постоянно. И это будет продолжаться. Вот так что наша площадка на YouTube превращается в такую очень подробную площадку, где можно очень много что посмотреть интересного для тех людей, кто даже нас раньше не посещал. Ну что ж, об этом, да, я говорить могу много, потому что Директ Академия – мое детище. Да, но давайте поговорим о других аспектах. Прежде всего, это новый контент на наших платформах. В настоящее время в университетской библиотеке онлайн почти 120 тысяч книг. Вот вчера я анализировал, обновлял цифры, большое количество новых издательств. С прошлого моего аналогичного вебинара, который состоялся в начале сентября, более около 7 тысяч новых книг появилось. Это все книги новые, актуальные и в области учебной литературы. Я не буду здесь повторять, какие здесь издательства у нас новые. Все это вы сможете найти прямо в нашей электронной библиотеке. Следите за новинками, контент у нас пополняется постоянно, и его становится все больше и больше. Значит, что касается прайс-листа. Если вы являетесь нашим подписчиком, обращайтесь к своему менеджеру, это его стезя. Если не являетесь нашим подписчиком, пишите мне, вот наверху адрес мой есть, я перешлю это соответствующему менеджеру. Все вопросы цен решаются нашим отделом продаж. Я здесь их... Ну, во-первых, это невозможно озвучить здесь все, да. А во-вторых, просто это будет неправильно, потому что ценообразование на ЭБС достаточно сложное в зависимости от требований заказчика. Вот, так что выходите либо на меня, либо на менеджера непосредственно, и все вам подробно расскажут. Вот, вторая наша ЭБС, книгафонд, одна из старейших ЭБС, которой тоже сейчас владеет компания Директ Медиа. 180 тысяч книг, больше, чем в университетской библиотеке онлайн, однако надо иметь в виду, что в основном это книги исторического характера. Вот, но и новых книг там тоже много. Мы пополняем книгафонд новыми книгами, так что тех, кто пользуется книгафондом, вы можете обратить внимание, что контент в книгафонде тоже растет активно. 180 тематических коллекций. Вот это тот раздел нашей ЭБС, который я лично люблю больше всего. С чисто культурной точки зрения он меня очень сильно привлекает. Тематические коллекции – это сборники, целые сборники книг, посвященных одному направлению какому-то. Направление может быть история, философия, какие-то конкретно науки, например, математика, что-то для школьников или студентов, посвященное конкретному виду знаний. Каким-то событиям, например, тематические коллекции, посвященные 100-летию Первой мировой войны, 100-летию февральской революции. Я, честно говоря, не посмотрел, есть ли у нас тематическая коллекция, посвященная октябрю 2017 года, но по идее должна быть, либо должна появиться в ближайшее время. Посвященные определенным биографическим ресурсам и так далее. Число тематических коллекций растет из года в год. Вот еще год назад, или полгода назад, нет, год назад, в примере, я говорил о 120 тематических коллекций. Вчера я не поленился, посчитал все тематические коллекции, которые размещены на университетской библиотеке онлайн. Насчитал их почти 180. Также надо иметь в виду, что тематические коллекции у нас существуют не только в университетской библиотеке онлайн, но и в некоторых других наших продуктах, таких как библиошкола или библиотека нонфикшн. То есть они сквозным проходят, таким сквозной темой по всем нашим продуктам. И также в нашем магазине электронных книг тематические коллекции почти в этом же составе существуют. И покупка книг коллекции гораздо выгоднее, причем гораздо в данном случае это не проценты, а разы. То есть если вы хотите купить эти книги в частном порядке и для частного чтения со скачиванием, то выбирая именно коллекцию вы очень много экономите. Хотел бы также обратить ваше внимание, что тематические коллекции, вот если здесь присутствуют преподаватели, наверняка присутствуют, конечно, преподаватели вузов, техникумов, либо библиотекари, чтобы вы советовали тематические коллекции своим студентам. Потому что если тематическая коллекция точно, ну или хотя бы приблизительно попадает в ту тему, которая студента в настоящий момент интересует в силу его занятий курсовой работой или рефератом и так далее, то это будет стопроцентное попадание, потому что там такой состав, насыщенный состав книг по данной тематике, с любовью подобранной библиографами и редакторами, которые сам он даже, изощряясь в поиске, не всегда сможет обнаружить в нашей ЭБС. Потому что не всегда найдет те ключевые слова, которые, может быть, ему будут для этого нужны. Ну и что у нас еще с новым контентом? Вот у нас есть такой проект, который, ну, не столько проект, состав, некая концепция периодика 500. Это в составе нашей ЭБС. Почему мы пометили это вот таким вот новым словом, периодика 500? В принципе, для тех, кто подписан на ЭБС, это существует естественным способом. Это просто доступ к нашей периодике, который в последнее время, вот менее чем полгода назад, пополнился, существенно пополнился за счет новых договоров с издательством «Наука» и многими другими издательствами. И теперь у нас представлены 500 наименований самых высокорейтинговых российских журналов. Ну а периодика 500 – это такое название для тех, кто не является нашими постоянными подписчиками, но хотел бы иметь доступ только к нашей периодике. Вот в этом случае мы можем вас подписать только на вот этот продукт, который называется «Периодика 500». Следующий наш момент – это сотрудничество с издательством Pearson. Издательство Pearson – это учебное издание на английском языке. Более 2000 изданий учебной и научной направленности доступно на платформе «Университетская библиотека онлайн». Эти издания можно использовать как для изучения английского языка, так и для изучения отдельных предметов на английском языке. Доступ к ним, к этим изданиям осуществляется через систему «Агрегион». Ну и на основе этого вот у нас новый проект. Я надеюсь, что в ближайшее время мы о нем расскажем подробнее. Это English Direct – онлайн обучение английскому языку. Очень сильно надеюсь, что те люди в нашей компании, которые этим занимаются, они сделают вебинар для нас, и мы расскажем об этом подробнее. Так, вопрос по разделу «Периодика». Очень было бы удобно, если бы раздел «Периодики» разбили по областям знаний. Планируется ли это сделать? Не знаю, планируется или нет, но ваш вопрос я обязательно перешлю нашим разработчикам и руководству. Как, собственно, и все предложения, которые поступают в чате, по составу и по нашим продуктам, обычно чат отправляют тем людям, от которых это зависит. Ну и новинки наши, которые появились осенью, это разделы университетской библиотеки онлайн, именитые ученые и писатели, во-первых. Раздел этот, это такой биографический раздел, связанный с описанием, с биографиями и библиографиями тех ученых и писателей, которые представлены в университетской библиотеке онлайн. Ну, во-первых, это биографическая часть, то есть по большому количеству персон из мира науки и писателей вы можете получить просто достаточно подробное биографическое описание, как, например, вот здесь Чарльз Дарвин, по нему большая биография. После этой биографии идет вот здесь разрыв, потому что достаточно длинный лист. Ну, саму по себе эту биографию можно использовать, конечно, но смысл не в том, что есть биография. Биографии, конечно, можно подглядеть и в Википедии, например. Дальше идет подробная библиография, то есть то, что этот человек написал за все время, основные его работы. Подчас это достаточно длинный список из десятков книг. Ну и что самое интересное, может быть, не весь этот список, но частично, если эти книги существуют у нас в ВБС, то они сразу выдаются как единицы, и их можно начать читать. Этот раздел, наверное, будет интересен прежде всего студентам, потому что преподавателям, библиотекарям возможно более просто искать поиском, и та сухая информация, которую поиск выдает, для них достаточно. А вот студентам получить на одном экране и биографию, и библиографию, и сами книги, это достаточно интересный вариант, и это выводит университетскую библиотеку онлайн немножко на другой уровень, от чистого агрегатора к уже некому созданию контента, который внутри нее существует, как отдельные статьи. Другой раздел называется «Мои научные интересы». Этот раздел позволяет выделить научные интересы посетителя нашей библиотеки, вести по ним интеллектуальный поиск, информировать о новинках и так далее. Ну, смысл этого раздела в том, что либо сам посетитель нашей библиотеки, студент, аспирант, преподаватель, библиотекарь, больше это касается, конечно, людей, которые, ну, скажем так, более высокого ранга, аспиранты, преподаватели, которые в нашей библиотеке постоянно что-то ищут, ну, грех было бы не использовать эти данные для того, чтобы помочь им в их поиске и формировать ту среду на главной странице нашего сайта, которая была бы для них удобна. Ну, во-первых, как это можно сделать? Ну, во-первых, да, ну, вот раздел выглядит примерно так. Так, это некий список книг, его можно по-разному отсортировать, который, как считает наша система, соответствует научным интересам нашего пользователя. Что здесь можно сделать? Во-первых, можно ввести свои собственные ключевые слова или теги, то есть указать нам вот здесь вот явным образом те области, которыми вы интересуетесь, и не только области знаний, но именно ключевые слова, которые, может быть, сами по себе областями и не являются. Вот в этом случае вы нам помогаете рассказать о своих научных интересах, и мы эти ключевые слова будем принимать во внимание при работе с вами. Ну, и второе, это некий интеллектуальный поиск, точнее, не поиск, а некая интеллектуальная выдача, которая, во-первых, основана на той области, которая вас раньше интересовала. Соответственно, вы можете получать из этой области дополнительную информацию. Ну, и интеллектуальность еще заключается в том, что вам могут рекомендоваться книги, хоть и не из вашей области, но по опыту работы нашей библиотечной системы, коррелирующие с вашими интересами. Что значит коррелирующие с вашими интересами? Это значит, что люди, например, читающие оптику, ну, совершенно неожиданно могут, например, полюбить какого-то конкретного писателя. Почему это происходит, никто не знает, но корреляция существует. Да, и вот если люди, которые заказывают книгу 1, также очень часто заказывают книгу 2, то эта информация учитывается, и вам она, эта книга 2 тоже будет предложена. Вот таков этот раздел «Мои научные интересы». Следующий раздел – это не раздел, это проект, который называется «Новое поколение». Это независимый от нас коллектив в Уфе, который ведет такой сайт «Нью-джи.ру». «Новое поколение». Коллектив, который очень глубоко интегрирован с нами. Эти люди провели у нас в октябре свой вебинар, так что запись этого вебинара можете посмотреть. Правда, вебинар был достаточно кратенький. Ну, надеюсь, что мы дальше будем рассказывать подробнее об этом продукте. Этот сайт посвящен викторинам и конкурсам для школьников и для учителей. И если кого-то интересует данная тематика, приходите на вот этот сайт «Нью-джи.ру» и участвуйте. Там все достаточно просто сделано и со вкусом. «Мобильные платформы». Очень долго мы пытались все наши продукты продвинуть в виде мобильных версий. Сначала мы сделали, что все наши продукты имеют мобильные версии, то есть мобильные версии тех сайтов, на которых они расположены. И, наконец, в настоящий момент мы основные наши продукты перевели в часть, сделали именно как мобильные приложения. В частности, университетская библиотека онлайн готова и работает в виде мобильного приложения. Я не буду вам объяснять, почему это так важно. Читать тексты с мобильного телефона в стационарных условиях может быть и не так важно. А вот если вы, например, студент ваш долгое время тратит на поездки транспортом, то читать книги через мобильное приложение, конечно же, интереснее и удобнее, чем у экрана, которого просто нет в данный момент времени. Это очень удобно, и мы вас призываем, ваших студентов, информировать о такой версии. Вот, например, мобильная платформа на Андроиде. Вот такое приложение вы можете... Я не привожу адрес, потому что просто по поиску слова «Библиоклуб» вы легко найдете это приложение в магазине и сможете его установить. Читалка там достаточно хорошая, так что вполне можно читать книги с своего телефона, тем более с... Забыл, как называется... С таблетки, короче говоря, с... С более большого экрана. Следующий наш проект, который постоянно пополняется, это арт-портал и арт-планшет. Конечно, слово «планшет». Да, ну я настолько привык к английскому слову «таблет», что почему-то постоянно забываю слово «планшет» и употребляю слово «сленговая таблетка». Следующий наш большой проект – это арт-портал и арт-отека, о которой я очень люблю рассказывать. И в этом семестре тоже несколько вебинаров проведу по этой тематике. Что такое арт-портал? Арт-портал – это наш в основном открытый ресурс. В нем есть также и подписной сервис, но по большей части он открытый. В нем представлены около 65 тысяч произведений искусства. Это галерея, но это больше, чем галерея. То есть это некая база данных с большим количеством иллюстраций, с хорошим описанием этих иллюстраций и с хорошим качеством этих иллюстраций. Как я уже говорил на вебинарах, посвященных арт-порталу, наши основные направления деятельности на ближайшее время – это не столько расширение, хотя и расширение тоже нашей галереи, сколько улучшений ее качеств, связанных с нахождением изображений в лучшем качестве, в лучшей цветности, улучшение описаний, иллюстраций, качественная атрибутика. Ну и, наконец, продвижение такой нашей части арт-портала, которая называется «Артотека». Артотека – это подписной наш сервис, но в ней тоже есть несколько проектов бесплатных. «Артотека» – это выпуски, ну, можно сказать, если по-старому, он нечто вроде журналов, посвященных одной теме. Тема, может быть, посвящена отдельной стране, как вот здесь, например, «Искусство Японии», на одной из обложек. Определенной теме в искусстве, например, «Образ Иисуса Христа в европейском искусстве», может быть посвящена отдельному музею, отдельному художнику, а иногда даже и отдельному произведению, которое мы рассматриваем подробно, все его сюжеты с большим увеличением и применением иллюстраций сверхвысокого качества, гигапиксельных картинок. Вот относительно новые наши выпуски «Артотеки». «Последний день Помпея» – это как раз вот такая… последний наш выпуск «Артотеки» с использованием технологии работы с гигапиксельными картинками, где подробно и с большим увлечением объяснены все сюжеты, которые на этой картине находятся. «Надя Рушева», «Венгерская национальная галерея», «Заха Хадид». А вот три последних вышедших выпуска в декабре – «Музей изящных искусств в Бостоне», «Рубенс» и «Объединение художников «Бубновый балет». А вот те три выпуска, которые нас ждут в ближайшие полтора месяца. Выпуски выходят каждые две недели. Вот буквально сегодня должен выйти выпуск «Сантьяго Калатрао», посвященный великому… наверное, о живом человеке так нельзя пока говорить, да? О известном и выдающемся архитекторе Сантьяго Калатрао будет выпуск, посвященный Растрелле, тоже архитектурное. Мне как-то задавали вопрос, не будем ли мы делать больше архитектурных проектов. Вот как раз пример, когда из трех проектов два посвящены архитекторам. Ну и в середине февраля должен выйти выпуск. Эти выпуски уже подготовлены, они будут выходить вот по мере того, как время будет проходить. «Школа Венецианова» — это выпуск, посвященный, собственно, самому художнику Венецианову и художникам, которые он воспитал, скажем так, да, те, которые работали вместе с ним. Вот, ну и вообще у нас, как всегда, огромные планы. 24 выпуска в этом году будет выдано. Я смотрел план этих. Пока не буду вас знакомить с полным планом, он очень интересен. Возможно, познакомлюсь с этим планом на том вебинаре, который состоится у нас уже 5 февраля, посвященный арт-порталу. Вот, так что приходите на... А давайте я вам дам сразу ссылку, чтобы вы могли зарегистрироваться на этот вебинар. Одну минуту. Вот он, 5 числа, посвященный арт-порталу. Вебинар будет. Приходите, я расскажу подробнее о наших планах. Так, ну и давайте дальше немножко расскажу про конкурс BeFest. В 2017 году у нас прошел второй раз уже конкурс студенческих дипломов BeFest 2017. Было отобрано около тысячи дипломных работ по 12 направлениям. Очень авторитетная комиссия рассматривала эти работы. Вот, и награждение состоялось на 30-м... 30-й Московской международной книжной выставке-ярмарке. Ну и, собственно, пока у меня для вас есть... Не буду про эту историю много говорить. Это был уже второй раз, когда мы проводили такой конкурс. В этом году мы снова этот конкурс будем проводить. Ну, объявим тогда, когда будем готовы полностью к тому, чтобы подробно вам рассказать об этом конкурсе. Пока просто хочу сказать, что такая возможность для ваших студентов в этом году будет. Участвуйте, студенты получают от нас призы, ну и вообще это для них очень здорово. Ну и последнее, о чем я сегодня хотел бы вам сказать, это напомнить про наш видеоканал, о котором я говорю постоянно. Поддержка этого видеоканала это тоже достаточно серьезная работа с нашей стороны. На этом видеоканале так получилось, что в связи с вот серьезным развитием Директ Академии плейлист, связанный с вебинарами, он получил наибольшее распространение. Как я уже говорил, в настоящий момент 222 вебинара рассмещены на нашем канале Ютубе, но не только это. Мы вообще серьезно растем. У нас в настоящий момент, вот вчера я смотрел счетчик, ровно 1400 подписчиков. Еще в сентябре было 700 с небольшим подписчикам, то есть вот за полгода мы выросли в два раза. Я вас призываю использовать плейлист вебинары в качестве учебной площадки, на которой можно найти очень многое для ваших студентов, для ваших сотрудников, и всегда использовать ссылки на этот плейлист, тогда, когда вы хотите подробно познакомиться с тематикой, которая проходила у нас в Директ Академии. Дело в том, что мы не зря же приглашаем первых лиц каких-то компаний. Они, вот информация из первых уст, это очень важно, это не то, что вы найдете на сайтах этих компаний, это самая свежая информация, и вообще философия всей системы от первого лица, конечно, понять гораздо проще и удобнее. Плюс, конечно, на Ютьюбе хороший поиск, плюс то, о чем я вам говорил, то, что можно послушать это в ускоренном режиме и так далее. То есть я сам большой, я сам очень люблю учиться на Ютьюбе чему-то, и вас призываю это делать, поэтому наш учебный канал на Ютьюбе, мы его развиваем вот тоже в приоритетном режиме. Ну и в конце концов, мы же контент-интеграторы, поэтому мы не можем просто так контент, который мы создаем, куда-то в воздух его оставить и никуда не агрегировать. Вот мы весь наш видеоконтент агрегируем на нашем канале на Ютьюбе. Но плейлист-вебинары хоть и разросся, но это не единственный плейлист. У нас есть много других плейлистов. Ну, в частности, я здесь не показал, но у нас есть плейлист по тому, как пользоваться нашей университетской библиотекой онлайн. Там много учебных роликов. Можете на ней попрактиковаться, попрактиковать, например, ваших новых библиотекарей, если они приходят. Не обязательно вот так вот дожидаться наших соответствующих вебинаров, а можно просто посмотреть, какие существуют учебные ролики по университетской библиотеке онлайн. Этого часто бывает достаточно. Ну, и вот плейлист, который тоже мне очень нравится и развивается, в том числе и моими усилиями, это практикум автора учебного контента, плейлист. Это скорее для преподавателей, для тех, кто хочет работать продвинуто с различными инструментами. Вот тут много учебных роликов, посвященных разным инструментам, связанным с таймлайнами, интерактивными путешествиями, геосервисами, сервисом для сборки контента Тильда и так далее, и так далее. Вот здесь вы можете почерпнуть тоже много интересного. Почему на электронную почту не приходят ссылки на вебинар при регистрации? Приходят ссылки только на новую почту. Вы знаете, я могу предположить, точнее, я точно знаю ответ, потому что у вебинарной системы Мирополис те же проблемы с рассылками, что и у всех, просто не доходят. Не доходят, потому что рассылки это такая вещь, они же ведь не всем нравятся, да? Достаточно одному-двум людям, которым не понравилась рассылка, отправить письмо в спам. Если таких писем наберется достаточно много, то некоторые спам-фильтры начинают посылать, например, всю систему Мирополис уже в спам. Это может касаться не конкретно вас, но вас тем более. То есть старайтесь, если вы, например, ждете какие-то письма от системы вебинаров, никогда не посылать в спам те вебинары, рассылки от тех вебинаров, которые вам не интересны. Просто откройте и сотрите. Потому что чем больше вы работаете с инструментом спама, тем меньше у вас вероятность в будущем получать письма от данной системы рассылок. С этим очень трудно бороться, вот только как бы последовательно удаляя из спам-фильтров данные рассылки. Вот, коллеги, я в основном дошел уже до конца, но последний слайд хотел бы посвятить своему собственному курсу, который уже четвертый раз будет проходить. Будет проходить он вместе с компанией Ракурс, организует этот курс. Будет он называться «Профессиональная разработка электронного учебного контента 2018». Сейчас я дам вам ссылку на этот мой курс. Одну минутку. Домотаю до туда. этот курс является ну не буду говорить слово «самом», не знаю, да, но одним из самых популярных курсов в компании Ракурс. Это достаточно известная компания, которая организует электронные учебные онлайн-курсы. На этот раз будет достаточно расширенная программа, серьезно расширенная программа. 17 тем, 12 тем вебинарных и 5 тем дополнительных. Если кто-то из вас интересуется созданием электронного учебного контента, то этот курс для вас, я вас на него приглашаю. Ну что ж, я, собственно, как раз уложился ровно в час, как и предполагал. Хочу вам напомнить, что через день состоится тоже обзорный мой вебинар уже конкретно по Директ Академии. Приходите и поговорим подробнее о Директ Академии, о том, что будет у нас. Ну и напоминаю, что в этом месяце и в начале февраля мы будем с вами очень интенсивно встречаться по поводу наших проектов компании Директ Медиа. Поговорим подробнее об университетской библиотеке онлайн для библиотекарей, для преподавателей и так далее. Приходите тоже, будет интересно. Ну что ж, коллеги, а сейчас я с вами прощаюсь. Приходите на наши новые... Так, вижу во вкладке вопросы что-то. А, здесь спасибо. Да, и вам тоже спасибо. Рад, что даже на нашу вводную, вводный вебинар собралось больше ста человек. Это говорит о том, что каждый раз на наши вводные вебинары приходит все больше и больше людей. это здорово. Я жду вас на наших новых вебинарах. Приходите, будет интересно. субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...